Посадил её на мотоцикл и поехали. Поехали в село, а мы на станции располагались. А там, значит, расписались. Свой день свадьбы Николай и Тамара помнят так, будто это было вчера. Оба юные тогда. Ей 18, ему 21. Познакомились в ноябре 1945 года на танцах. А уже спустя два дня молодой Николай предложил девушке стать его женой. Без лишних раздумий Тамара согласилась. Он меня поразил просто своей красотой. Вы увидите фотографии. Ну как тут откажешься. Понравилось очень. Очень понравилось. Девушка, знаете, кровь с молоком. Николай на то время был уже военным. Пережил множество боёв, три ранения, смерть родителей. У Тамары отца репрессировали. В тяжёлое послевоенное время молодая пара жила скромно. Очень тяжело, конечно, было привыкать к такой жизни. Нужда была везде, ничего нету. Доставать по блату. Короче говоря, очень тяжело было. Но постепенно привыкли. Годы летели. Многое супруги пережили вместе. Теперь Николаю 91 год, а Тамаре 89. Сегодня они смеются. Как удалось прожить 70 лет вместе, они и сами не знают. Как и у всех бывали ссоры. Впрочем, о них супруги не вспоминают. Потому что не давали недопониманиям стать между ними. Я считаю так, уступать друг другу. За это время, вот сколько мы прожили, всякое было. И время менялось так, и трудно было, и хорошо было. Как-то мы находили компромисс. Если что-нибудь не так, я что-то не так сказал или не так сделал. Замечание получил, вроде обиделся. Она пришла, папочка, извини, поцелует. И также я. Своим примером они вдохновляют и детей. Глядя на родителей, они тоже нашли рецепт долгой и счастливой супружеской жизни. Очень важно вспоминать, какими были при встрече. Какие были чувства самые основные. Из-за чего люди встретились и объединились. Вот почему им так захотелось. Это очень важно. Танцы, благодаря которым Николай и Тамара познакомились, стали для супругов хобби. На протяжении долгой супружеской жизни они танцевали сотни раз. На свою годовщину решили исполнить вальс. Субтитры создавал DimaTorzok